Сила у Господа Сила у Господа Сила у Господа Нет ни одного лишнего органа в теле. Так и в теле Иисуса Христа, потому что церковь – это тело, скажи тело, это единое тело Иисуса Христа. Нет ни одного ненужного органа. Все органы, они хороши где? В теле. Правда? Они нет. Скажи, все органы? Все органы. Они хороши в теле. На ноль, можем тебя на ноль? Нет, она не орган. Вот смотрите, на ноль красивые глаза. Правда? Красивые или нет? Но они красивые где? А если мы их вытащим и положим стаканчик? Они будут красивыми, нет? Ужасные, правда? Круглые шары будут лежать. А в теле они что? Прекрасные. Они красивые. Правда? Аллилуйя. Но сами по себе они ужасные. А в теле они красивые. Спасибо нам. И так, возлюбленные мои, то же самое в церкви. Когда ты в теле Иисуса Христа, ты прекрасен. Но когда ты сам по себе. Знаете, есть такой вид христиан – индивидуалисты. Они сами по себе. То есть, они вроде в церкви, но они сами по себе. Видали таких, нет? Да? Знаем. И вот этот индивидуализм, он отвратителен, как глаза в стакане. Мы все члены одного тела, тела Иисуса Христа. И написано, что каждый приращивает себя. И каждый член, он исполняет свою функцию. Так или не так? Аминь. Как в нашем теле много органов, и каждый член исполняет свою функцию. Не может сказать, нога, руке, ты мне не нужна, или рука, ноге, да? Или печень, она мне не нужна. Все очень гармонично функционирует. И если наши духовные глаза откроются, что церковь – это тело Иисуса Христа, где каждый из вас определенный орган. Аминь. Аминь. Но органов не бывает бесполезных, правда? В нашем теле любой орган он приносит пользу. Вот насчет аппендикса я не знаю. Какую пользу он приносит? Нужен ли этот орган? Нужен, да? Пока не заболит, нужен ли он? Пока не заболит, нужен. Все Бог предусмотрел. И так же в теле Иисуса Христа. Любой член церкви, он имеет свое служение, и он имеет свои определенные дары, которые служат для созидания тела Христова. Аминь. Аминь. И вот, знаете, когда мы служим Господу, если мы служим Господу, Бог хочет, чтобы мы делали это в радости. Аминь. И что бы мы ни делали, Бог хочет, чтобы мы это делали в радости. Это не я придумал, это говорит Слово Божие. Итак, давайте откроем. Я сказала, да? Второй законе, 28 глава, 47 стиха. И Бог говорит очень отрезляющие вещи. Знаете, для каждого из нас. Невероятно отрезляющие вещи. За то, что ты не служил Господу, Богу твоему, с весельем и радостью сердца, при изобилии всего. Мы остановимся на этом. Смотрите, Господь хочет, чтобы мы служили Ему не с тяжестью. Бог не хочет, чтобы служение Ему было бременем. Он не хочет, Он против этого. И Он вдохновляет нас, чтобы мы служили Ему в радости и веселье сердца, при изобилии всего. Не говорите мне, что у вас огромные недостатки. У нас все равно есть все потребное для жизни и благочестия. А мы, может быть, есть какие-то долги. Может быть, есть какие-то экстра расходы. Возлюбленные, ну в Америке у нас изобилие. Так или не так? Холодильники у нас полные. Мы вполне можем зайти в магазин, сделать шаппинг, купить все, что угодно. Так или не так? У нас изобилие всего. Мы можем жертвовать бедным людям. Так или не так? Можем. У нас изобилие. И Бог хочет, чтобы при изобилии всего мы служили Ему с радостью и весельем. Скажи еще раз. С радостью и весельем. Скажи еще раз. С радостью и весельем. Ну что же будет за то, что если мы не служим Господу с радостью и весельем? Можно следующий стих? Но если ты не будешь служить с радостью и весельем, Бог говорит, то будешь служить кому? Врагу твоему. Послушайте, а кто наш враг? И дальше идет перечисление. Голод, жажда, нагота, всякий недостаток. И он возложит на шею твою железное ермо так, что измучит тебя. Вау, какие страшные, да? И в то же время отрезляющие слова. Бог диктует нам условия свои. Нам не всегда нравится, когда Бог ставит перед нами условия. Правда? Особенно здесь, в Америке, мы все привыкли быть индивидуалистами. Я сам по себе. Я в церкви, но я сам по себе. Так не бывает. Если ты член тела Господнего, ты должен служить Ему в радости и веселье сердца при изобилии всего. А если нет, говорит Бог, то будешь служить врагу твоему. Отвратительные слова, правда? Кто хочет служить врагу? И Бог говорит, что этот враг – это недостаток, это лишение. Ты скажешь, недостаток чего? Да недостаток всего. Это может быть и духовный недостаток. Это может быть и физический недостаток. Это конкретные недостатки. Амэн? И написано, возложит на шею твое железное ермо, так что измучит тебя. Железное ермо. Что такое ермо? Ермо – это тяжесть, да? Это какое-то неудобоносимое бремя, которое человек несет, и ему, ну, очень тяжело. Амэн? Амэн. Знаете, когда я читала эти стихи, часто в нашей жизни бывает какое-то недовольство по поводу служения. Бывает, правда? Бывает какой-то ропот, бывает какое-то, может быть, даже язычками мы где-то бла-бла-бла по поводу служения. Но Бог говорит, что мы должны служить Ему в радости и веселье, при изобилии всего. Это Его постановление, это Его желание, это желание Его сердца, чтобы мы всегда радовались и с радостью служили Ему. Часто служение Ему нам кажется бременем. Мы откроем следующий стих. Это будет Еремея, 23 глава, 36 стиха. И смотрите, как Господь назидает нас дальше. А этого слова, бремя от Господа, впредь не употребляйте. Ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа нашего. Скажи бремя. Бремя. Бог не хочет, чтобы служение Ему стало бременем. Но Он говорит, если ты будешь говорить, что это тяжело для меня, что это бремя, вот оно и станет для тебя бременем, неудобно носимым. И ты не будешь уже служить Господу в радости и веселье, ты будешь служить, как из-под палки, ты будешь жаловаться. И мало того будешь жаловаться, ты будешь еще вокруг себя распространять эти жалобы. И сам будешь мучиться. И сам будешь мучиться, и других будешь мучить, и высказывать будешь слух. И Бог говорит, что это неправильно. Любое служение Ему должно быть радостно для нас. А если не можешь служить в радости, лучше вообще не служить. Быть прихожанином и ухожанином. Знаете такое слово? Прихожанин и ухожанин. Приходят и уходят. Сами по себе. Но если мы хотим служить Господу, не употребляйте слово бремя от Господа. Ибо когда мы говорим, нам тяжело, нам будет очень тяжело. Вы слышите? Я сегодня взяла это короткое слово для того, чтобы не отхлестать людей. Правда. Знаете, иногда самой бывает трудно служить. Иногда и мы переживаем такие моменты. Бывают такие моменты, да? Мы все люди, мы устаем. Это знаете, анекдот такой есть. Сын утром просыпается и говорит, Мам, ну можно я сегодня в церковь не пойду? Она говорит, нет, сынок, надо идти. Мам, ну пожалуйста, ну можно я сегодня дома останусь? Можно я сегодня в церковь не пойду? Сынок, надо идти. Мама, ну скажи мне хоть одну причину, по которой бы я пошел в церковь. Да даже потому, что ты пастырь этой церкви. Но в нашей жизни не так, а мы? Мы любим Господа. И служение Ему, оно не будет для нас бременем. Халлелуя. Если для тебя служение в церкви это бремя, лучше оставь это служение. Подойди к пастырю, скажи, я не могу тянуть, это тяжело мне. Правда. Это лучше, чем роптать, это лучше, чем жаловаться, и это лучше, чем высвобождать негативные слова вокруг себя. Правда. Потому что Слово Божие говорит, устами праведного город возвышается. Вот когда мы говорим праведные вещи, наша церковь, она будет возвышаться, вы слышите? Она сиять будет. А устами нечестиво, говорит Писание, разрушается город. Когда мы будем говорить негативные вещи, там не получается, здесь не получается, здесь плохо, здесь так, здесь не так, устали. не будет созидания церкви. Но когда ты служишь в радости Господу, когда это не бремя для тебя, ты высвобождаешь правильные слова. Ты говоришь, Аллилуйя, Слава Господу. Моя церковь, самая классная церковь. Служение в моей церкви, мне легко. Мне все здорово в нашей церкви. Даже если меня попросили посуду убрать, или послужить кому-то, я легко это сделаю. Поймите, в церковь приходят люди из мира, которые навидались в мирской жизни, и они хотят увидеть другое отношение. Они хотят видеть любовь, заботу. И когда приходят гости даже в церковь, не беги первый брать себе скорее покушать, лучше гостю отдать, правда? Послужи людям, особенно новым. Спроси у новых людей, как ты сегодня? Что печалит твое сердце? С какой нуждой ты пришел? Может быть, мне помолиться за тебя надо? Знаете, для многих бремя молитвенные служения. И мне стыдно, честно, вот мне так стыдно, когда люди не приходят на молитвенное служение, потому что молитва, знаете, это дыхание, это наше дыхание. Без молитвы, особенно без общей молитвы, церковь не будет возрастать. Нам нужна эта общая молитва. И каждый раз вот здесь Наталья, Инга, они вдохновляют, приходите, у нас такие хорошие молитвенные служения, но людям бремя порой прийти на молитвенное служение. А ответы видеть хотят. Но Господь хочет, чтобы мы молились, потому что в первую очередь Его дом, Он домом молитвы наречется для всех народов. Ты должен любить молиться. Ты должен полюбить совместную молитву. Когда мы вместе не молимся, мы отделенные, мы сами по себе. Но когда у нас совместная молитва, она объединяет нас. Муж с женой, я вам советую молиться вместе. Вы можете молиться поодиночке, но замужние и женатые пары, так здорово молиться вместе. Мы с пастором многого достигаем только благодаря тому, что мы беремся за руку и идем и молимся. Вы слышите? Многое может усиленная молитва праведного. Это благословение молиться вместе. Ты будешь молиться вместе, в твоем доме прекратятся раздоры. Ты будешь молиться рука об руку со своими детьми, со своим мужем, со своей женой. Вы начнете понимать друг друга, вы будете видеть, как Бог будет вас благословлять. Это очень важно. Но если ты одинокий человек, тем более беги в дом Божий. Амэн. Чтобы молиться. Много может усиленная молитва праведного. И Бог видит церковь, как единый организм, который возвышает все вместе голос, ходатайствует. Молитвенное служение не должно быть бременем для нас, дорогие. Это должно быть радостью. Мы должны научиться полюбить молитву. Если ты молишься один на один, это для тебя тяжело, это для тебя бремя. Это неправильно. Халлелюя. Господь чудесный. Если у тебя нет времени ездить на молитвенное служение, помолись Богу, скажи, Господь, высвободи для меня время, чтобы я приезжал на молитвенное служение, чтобы я ходатайствовал, чтобы я был в единстве. Мы этот год назвали годом единства. И так важно сегодня нам быть едиными. Вы знаете, что молитва совместная, она объединяет. Амэн. Она делает нас едиными. Вот такое короткое слово. Но я думаю, что оно очень отрезвляет каждого человека. И не то, что оно бьет человека, оно вдохновляет его и назидает. И обличает. И обличает. Потому что, когда мы не служим Богу в радости, мы и плоды не будем ему приносить. Мы будем вечно учащиеся и никогда не достигшие познания истины. Потому что ропот и жалобы, они перекрывают помазание. Они перекрывают помазание. Это правда. Бремя, когда мы говорим от Господа, это тоже перекрывает наше благословение. Но мы же все хотим быть благословенными. Правда? Да. И когда мы служим в радости, когда мы служим в единстве, Бог обязательно будет благословлять от Тебя и весь Твой Дух. Так коротко, но так сильно. Слава Иисусу. Аминь. Да скажем, слава Иисусу Христу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. За что слава? За то, что ты в Его теле. Аминь. Знаешь, это вообще величайшая привилегия быть в Церкви. Аминь. И если до Церкви дойдет, что это такое? Церковь, она будет славнее всякого народа. Аминь. Потому что Дух радости и веселья Он никогда не будет покидать. Писание говорит, не огорчайте Святого Духа. Аминь. А как мы огорчаем Святого Духа? Только одним вариантом. Когда Он говорит, что-то делает, а мы не делаем. Мы огорчаем Его. Аминь. Поэтому я верю, что Божье помазание и благодать, радость и любовь Святого Духа она будет изливаться все больше и больше на каждого из нас. Аминь. Потому что, когда мы слушаемся Святого Духа, Он не огорчается. А что Он делает? Радуется. А когда Он радуется, когда Ему будет хорошо, тогда и Тебе, и всем нам будет хорошо. Аминь. Давайте Господу подарим славу. Харалю. Я сегодня хочу оставить вам одну мысль. И она заключается в следующем предложении. Камагридеш. Куда идешь? Знаете, вот недавно Бог проговорил это слово в моей жизни, и я, знаете, как бы отрезвел. Каждый из нас должен научиться задавать эти вопросы в духовной, в душевной и физических сферах нашей жизни. Писание говорит, пути мудрого вверх. Мудрый знает свою будущность и надежду, но глупый своими собственными устами разрушает ее. Аминь. И это очень важно, друзья, задавать этот вопрос, куда тебя приведет твое духовное состояние сегодня в будущем. Об этом мы сегодня поговорим. Давайте откроем место из священного писания. Это будет книга притчи, 4 глава, 18 стих. Как я уже много раз говорил, Бог мне дает определение о вере. Я сегодня тоже хочу зачитать определение. Еще одно из определений веры. Что такое вера? Вера – это постоянное прогрессивное приближение к Богу. 3П – постоянное прогрессивное. Скажи, прогрессивное. Прогрессивное. 3П – постоянное. 3П – постоянное. 3П – приближение. 3П – приближение. Апостол Яков, он говорит, приблизьтесь к Богу. Вот некоторые люди думают, Бог далеко от меня. Послушай, Бог намного ближе, чем ты думаешь. Его любовь, она уже излилась в твое сердце Духом Святым. Но в чем проблема? Проблема в нашем необновленном мышлении. Мы не приближаемся к Богу. Мы должны научиться приближаться и в разуме, и в душе, и в духе. Мы должны составлять Его одно тело. Вот когда ты близок с Ним, в своем уме твой разум здрав, не спит на служении, а наоборот бодрствует, ловит слово для жизни, тогда ты с Ним един. Он недалеко. Амин. Амин. Стезиа правильных, как светило лучезарное. Скажи, стезиа правильных. Стезиа правильных. Как? Как светило лучезарное. Знаешь, вот люди, видя тебя, когда ты приближаешься к Богу, должны видеть светило. Да еще лучезарное. И они начнут это видеть, когда ты сам в себе начнешь видеть Божий свет, который внутри тебя. Иисус говорит, наблюдайте за собой свет, который в тебе. Не есть ли тьма? Амин. А что такое тьма? Свет становится тьмою, когда вера, она переходит в неверие в твоей жизни, надежда в безнадежное состояние, радость в печаль. Но когда ты веришь, надеешься, и еще при этом радуешься, ты начинаешь излучать свет. Свет Божий, который внутри тебя. Поэтому Писание говорит, всегда радуйтесь. Скажи, всегда радуйтесь. Знаете, всегда радуйтесь, это решение. И оно может высвободиться прямо сейчас в твоей жизни. От тебя зависит. Что ты будешь делать? Как ты себя настроишь? Каждый человек должен настраивать себя по слову Господа. Если Бог сказал, слабый, пусть говорит, я силен. Пусть не говорит, я слабый. Будешь говорить, слабый, будешь еще слабее. Будешь говорить, я сильный, будешь сильнее. Амин. Амин. Стыдя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлее, до полного дня. Амин. Это твоя жизнь. Это модель твоей жизни. Когда человек приближается по-настоящему к Богу, его жизнь не становится темнее, друзья. Его жизнь становится как? Светлее. О, немногие, но есть со мной. Светлее. Скажи, светлее. Светлее. Иисус сказал, свет пришел в мир. Но люди, не верующие более, возлюбили тьму, нежели свет. Почему? Потому что, когда идешь к свету, Он говорит, обличаются твои дела. Но не любящие свет, они не идут к свету. Почему? Чтобы не обличались от дела. Послушайте, ну жить во свете намного лучше, чем во тьме. Потому что во свете есть для каждого человека и будущность, и надежда. Амин. Аминь. 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 Камагридеш, куда идешь? Подумай, твое сегодняшнее духовное состояние, куда тебя приведет? Твоя вера на сегодняшний момент, в какое место приведет тебя? Знаете, мы должны задавать эти вопросы, потому что многие люди считают, что они верующие. Бог говорит, ты считаешь, что ты живой в книге Откровения, а на самом деле ты мертв. Твоя вера, она мертвая. Почему? Потому что нет никаких дел веры. Вера без дел что? Мертва. Каких нет дел? Когда ты унываешь, когда ты печалишься, когда ты переживаешь, когда ты не служишь Богу, не служишь другим людям, твоя вера мертва. Когда ты не посещаешь больные госпитали, у тебя тоже мало плодов веры. Потому что, смотрите, вот брат вышел, засвидетельствовал, да? Мы приезжали к нему, а он переживал Бога. Вера должна иметь дела, плоды. И эти дела, они должны радовать людей и веселить людей. Вот сегодня я хочу поговорить на эти очень важные сферы. Номер один. Духовная сфера. Книга притчи, 14 глава, 12 стих. Притчи 14, 12. Здесь записано такое место. Давайте прочитаем место. Готовы? Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Знаете, Иисус, Он показывает одну притчу в Евангелии от Луки про некоторого человека, который был богат, который одевался в прекрасную одежду и который каждый день пиршествовал блистательно. и которому казалось, что его пути, а не прямые пути. Помните притчу о богаче и нищем лазере, да? Был еще также другой человек, он говорит, нищий лазер, который находился у ворот этого богача, всегда находясь в нужде. Послушайте, во-первых, в Христе нету различия, богатый человек или бедный. Для него все люди, которых он одинаково любит. Но если сами люди неправильно решают свои вопросы в отношениях с Богом здесь на земле, это уже их проблема. Амин? Писание говорит, наш Бог, он нелицеприятный. Давайте прочитаем эту историю. Евангелие от Луки 16 глава 19 стих с 19 стиха. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весом и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошечками падающими со стола богача, но и псы приходя лизали струпья, то есть раны этого бедного человека. 22 стих говорит, есть время жить и есть время на земле умирать. Почему нам нужен Бог? Потому что друзья, Бог сотворил нас для вечной жизни. Иисус в этой притче очень конкретно показывает, было время жить всему свое время под солнцем. Скажи, всему свое время под солнцем. Умер нищий и отнесен был ангелами на луна Авраама. Умер богач и похоронили его. Дальше. Вадь, будучи в муках, богатый человек поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И воззапив сказал отче Аврааме, умилосердить надо мной и пошли Лазаря, чтобы омочил конец спирта своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём. Но Авраам сказал Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твоё в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же Лазарь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Скажите, не могут. Не могут. Так же и от вас к нам не переходят. Тогда сказал богатый человек, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Слушайте внимательно. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки. Скажи, Моисей и пророки. Пусть слушает их. Для чего? Чтобы не попасть в гиену огненную, амэн. Моисей и пророки это слово Божье, пророческое слово, и люди, которые проповедуют в церкви это слово каждый день на земле. Бог так устроил, что на земле он поместил свои церкви, которые, как глашатые, возвещают каждому человеку о служении живому Богу. Амэн. И здесь на земле человек решает вопрос идти ему или не идти. Если не ходить будущее твое под большим вопросом, но если приходить и в смирении принимать все, что Бог говорит в твою жизнь, в твою жизнь, ты будешь иметь благословение. Скажи, Амэн. Амэн. Интересный ответ богатого человека, 30 стих. Он же сказал, нет, отче Аврааме, они не будут слушать ни Моисея и ни проповедь и ни пророков, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. То есть посмотрите, мир, он ожидает каких-то сверхъестественных чудес, да? Но посмотрите, что люди, живущие, обитающие на небесах, отвечают. Авраам же сказал, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. О чем говорит эта притча? Богатый человек не задавал себе вопроса, камагридеш, куда приведет твоя духовная жизнь, тебя в будущем? Он концентрировал все свое внимание на физических вещах здесь, на земле. Амэн? Он не думал о будущем. Почему? Потому что Бог сказал в своем слове «благотворящий бедному дает взаймы Господу». И Господь ли не позаботится о таком человеке? У него была возможность послужить Богу. Некоторые будут говорить в пришествии Иисуса Христа, «Господи, когда мы тебя видели, у нас не было такой возможности». Он говорит, если не сделали никому, из малых всех мне не сделали. Амэн? Поэтому когда мы посещаем людей, когда мы приходим на молитвенные служения, когда мы заботимся, чтобы наша вера, она постоянно прогрессировала и приближала тебя к Богу, к личным живым отношениям, ты страхуешь свое будущее, застраховываешь свое будущее, будущее своих детей, будущее своих родственников. Амэн? Богатый человек не занимался этими вещами, он не учил своих родственников, говорит, пусть он к Моим придет. Нет, спасение приходит всегда, не через воскресение мертвых. Воскресение мертвых это свидетельство знамения, но спасение приходит через твое смирение, смиренное понимание Божьего Слова. Аллилуйя! Вот прямо сейчас задай себе этот вопрос, вот моя вера на сегодняшний момент, вот куда меня приведет? Один думал, я живу круто, моя вера приведет меня в рай. Но, к сожалению, было все наоборот. Амэн? Я хочу, чтобы сегодня каждый отрезвился. Знаете, вера это личные взаимоотношения с Богом, и когда твои личные отношения с Богом становятся изо дня в день крепче, ты себя начинаешь чувствовать увереннее. когда ты имеешь личные отношения, радость Божья, она начинает гореть в твоем сердце. Амэн! Когда теряешь отношения с Богом, приходит дух уныния в твою жизнь. Унывая душа моя, об этом мы поговорим во втором пункте. Номер один, духовная вера куда тебя приведет? Задавай этот вопрос, Каймагритэш, если сегодня Иисус придет, если сегодня Путин сбросит бомбу на Америку, куда приведет тебя твоя вера? Да не бойтесь, этого не будет, просто я задаю этот вопрос. Но это может произойти, книга Откровения, она пророчествует, что в последнее время третья часть Земли сгорит. Как сгорит? Сегодня атомное оружие, оно просто поражает все человечество. Мы должны быть готовы к этому дню. И потом не думайте, говорит, вот вы все попали. Не думайте, говорите, что вы не знали. Небо вам покажет 15 апреля ровно без пяти 12 пастор Александр проповедовал на эту тему. Амин. Это должно быть радостью для нас. Вы знаете, мы не должны думать, друзья, настолько, что вот мы живем вечно на земле. Нет, Бог предусмотрел два события, которые человек не в силе изменить. Ни дня своего рождения на земле, никто не знает дня своего рождения, когда традиция. Ни дня своего перехода. Перехода, я говорю, не смерти, но дня своего перехода, потому что верующие, они не умирают, они переходят из смерти в жизни. Вы знаете, слава Господу. Халлюбия. Номер два. Что стоит на пути твоего приближения к Богу? Вы знаете, первый твой враг не дьявол, не бесы и не демоны. Почему? Потому что они уже побеждены нашим Господом. Враг, он уже побежден, все враги уже побеждены, ну какой твой самый злейший и лютый враг? Вы знаете? Эго. Эго. Твоя душа. Итак, номер два, ты должен понимать, задавать себе вопрос, твоя душа, она находится в подчинении Божьего Духа в твоей жизни? Потому что когда Божья Любовь излилась в наши сердца Духом Святым, внутри нас произошел конфликт. Проблема начинается возникать ни с бесами, ни с дьяволом, но с нашей душой, нераспитой. Амин? Почему? Потому что она торжествовала на престоле твоей жизни. Твой душевный человек, что хотел, то и творил. И тут вдруг приходит духовный человек, возродился новый Саша и говорит, душа, ты теперь будешь в подчинении. И что душа сказала? Ага. Ага. Сейчас. Посмотрим, кто кого. Ты любил ходить своими путями, а теперь тебе говорят, иди в церковь. Кто восстает против тебя, когда ты не хочешь идти в церковь? Не жена, и не бес, и не дьявол, но твоя нераспитая душа, она всегда, Писание говорит, противится Богу. Точно так же, как и Бог противится душе. Аминь. Поэтому Давид, он умел, он умел задавать себе такие вопросы, кому грядешь? Куда приведешь ты меня, душевный человек, если я буду слушать твои желания, твои похоти, которые восстают на мою душу? Ни для кого не секрет, Майкл Джексон, успешный человек здесь на земле. Аминь. Он мечтал прожить дольше всех, жил в кислородной камере, питался самой лучшей пищей, но не заботился о своей душе, исполнял желания души и отверг желания Божьих в своей жизни. И он умер, не своей смертью, преждевременно. Бог не планировал преждевременную смерть. Бог говорит, жизнь человека 60-70 при большей крепости в 80. А кому за 90 вы уже в открытом космосе по благодати живете? Живите и не останавливайтесь. Насвещайтесь полнотой дней. Аминь. но он не сказал 30-40 или 50. Аллилуйя. Ты должен понимать, твоя душа, она должна находиться в подчинении Святого Духа в твоей жизни, потому что твоя душа самый злейший враг. Не прощает кто? Дух или душа? А обижается кто? Дух или душа? Недовольный и ропотник кто? Дух или душа? Ты должен увидеть своего врага и твой враг нераспитый душевный человек, который постоянно противится Богу. Знаете, душа она подобна маленькому ребенку. Ему говоришь не делает. Он что? Делает. Ему говорить нельзя. Он говорит можно. У нас горе был маленький и так любил сахар. Мы уже не знали как повлиять на него. И мы ему брали сахарную упаковку и говорили написано Бори сахар нельзя. Там что-то написано. Он так на нас смотрел и говорил пописано Бори сахар можно. Вот знаете мы смеемся но в реальной жизни то же самое происходит. Кто спорит с тобой за то чтобы быть послушным Богом? Ты сам твой душевный человек. Почему я должен слушать пастора? Я умный образованный человек. Кто задает эти вопросы бес или демоны? Нет душевный нераспитый характер. Аминь. Поэтому мы свою душу знаете где должны держать? Вон где. Знаете мой брат еще когда был неверующий мы с ним как-то ездили в ресторан отдыхали потом после ресторана возвращались он мне говорит Саня знаете у нас жены должны быть? Вон где они я не против женщин я люблю женщин я очень люблю свою жену но друзья я вам привел этот пример не жены у нас здесь должны быть но наша душа она должна быть под контролем святого духа в нашей жизни если ты не хочешь найти себя однажды в противном месте Аллилуйя так что говорил Давид Псалом 41 6 стих прекрасная церковь 40 минут прошло да моторчик заработал прекрасная я помню не волнуйтесь итак смотрите Давид человек который по сердцу самого Господа умел говорить и приказывать своей душе задавать этот вопрос камагридэш что унываешь ты душа моя и что смущаешь в чем было смущение души душевный человек Давида не хотел что уповать на Господа душе постоянно нужны аргументы душе трудно идти невидимыми вещами ей всегда нужно что-то потрогать ученики Иисуса были такими помните Фому никто своих детей Фомой не называет пока не вложу персты что кто это говорил духовный человек или душевный Фоме душевный человек ты должен понимать если ты возродился от святого духа в тебе две личности один духовный который от Бога который Иисус небо а другой душевный который вошел в непослушание Богу через ропот через противление через грех непослушания амин и душа не хотела куда не хотела ходить на молитвенные служения она смущалась она что унывала как дитячий в другом месте смиряя я душу свою как дитя как ребенка знаете нашей душевной жизни только хочется чего праздника праздника каждый день но друзья жизнь это праздник кто-то может поверить ты можешь жить постоянно в серых буднях но каждый день для тебя может быть и праздником как в еврейском анекдоте абрам идет по улице в пятницу в шаббат смотрит кошелек лежит он взял и подобрал его и вдруг старый говорит абраму почему ты поднял сегодня же пятница не должно этого делать и он говорит ты знаешь я помолился господь пусть сегодня будет четверг смотрю у всех пятница у меня четверг все зависит от твоего настроя амин хочешь прожить в серых буднях живи результата не будет ты проживешь те же 24 часа в сутки но ты можешь радоваться 24 часа в сутки выделять гормон радости в свое тело либо выделять гормон смущение и огорчение скажи кому-то радуйся радуйся айлуйя и вот Давид умел разговаривать с душой что ты унываешь душа моя что смущаешься уповай на Бога почему ибо я буду еще славить его спасителя моего и Бога моего Давид учил своей душе напоминать эти вопросы куда ты придешь если не будешь поклоняться Господу я не буду не хочу туда идти потому что я буду славить кого Господа моего и спасителя моего в чем он спасает он спасает от гиены огненной в нашей жизни он спасает нас от проблем от проклятий и жизнь которая входит вводит тебя в послушание живому Богу она делает тебя благословенным человеком амин амин итак дух он должен быть сильным номер один он должен привести нас в правильное место душа она должна находиться в подчинении амин 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 17 стихи скажите кто-нибудь тело знаете когда идет речь о твоем физическом теле речь не только идет о твоем физическом теле но еще о теле Господу амин в Северской Церкви вот прошлое воскресенье Павел Рындович он проповедовал из Нижнего Новгорода и он говорит его жена говорит он говорит я попал к вам как к родным людям почему потому что мы составляем одно тело Иисуса амин одно тело и смотрите что говорит Писание а разве не знаете что вы кто? храм Божий и кто? и Дух Божий живет в вас скажи я Храм Божий Дух Божий живет во мне скажи еще раз я Храм Божий Дух Божий живет во мне 17 стиль. Если кто разорит храм Божий, речь идет о физическом теле сейчас, того что? Покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Аминь. Аминь. Знаете, есть вещи, которые позволительны нашему телу. Это так или нет? А есть вещи, которые противопоказаны нашему телу делу. Аминь. Ты должен задавать себе этот вопрос в физическом состоянии. И если я буду принимать эту пищу, которую я питаю сегодня, в будущем куда она меня приведет? Аминь. Аминь. Бог говорит против нездорового образа жизни. Кто разорит, то есть своими собственными руками. Ему говорят, нужно питаться правильной пищей. А я буду по молитве все равно питаться пищей, которую хочу. Слушай, ты можешь питаться этой пищей, но эта пища может разрушить твое здоровье. Аминь. Аминь. Писание говорит, все позволительно нам. Скажи, все позволительно. Но. Стоит запятая и большое но. Но не все полезно. Аминь. Аминь. Мы должны не только научиться правильно питаться. Мы должны наблюдать, какие напитки мы выпиваем. Аминь. Потому что не все напитки полезные. Аминь. 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 Писание говорит, не упивайтесь вином, от которого распутство. Знаете, распутство, оно всегда приходит через алкоголь. Знаете, это очень важный вопрос. И мы должны быть здравы, должны быть готовы здраво и честно отвечать себе на эти вопросы. Писание говорит, наблюдайте за собой, верили вы. О чем говорит Писание? Писание говорит о том, что духовные законы, они должны быть в приоритетах, душевных желаниях. Аминь. Материальная сфера. Это тоже очень серьезный вопрос. Работа, на которой я сегодня работаю, куда она приведет меня в будущем? Мы должны задавать. Доход, который я имею сегодня, куда он приведет меня в будущем? Мы должны задавать и планировать эти вопросы. Потому что Бог, Он все усмотрел так, что пути праведника, они должны быть как светило лучезарные. Все должно прогрессировать в нашей жизни. Потому что Бог, Он Бог единства, устройства и мира. И когда мы живем по Его законам, по Его заповедям, наша жизнь, она начинает устраиваться. Все вопросы начинают устраиваться. Аллилуйя. Духовные вопросы, они должны влиять на наших родных и близких. В наших семьях. Скажите, в семьях. Писание говорит, кто о домашних не печется, тот отрекся в веру и хуже неверного. Амин. Каждый должен создавать вокруг себя атмосферу поклонения. Почему? Чтобы в наших домах пребывала Божья благодать. Поймите, если ты Богу не дашь места в своем доме, враг, он найдет место в твоем доме для раздоров. Амин. Научись поклоняться, ставить прекрасное поклонение через YouTube. Сегодня очень много инструментов, через которые мы можем высвобождать помазанное прославление в атмосферу, где мы находимся. И ты можешь поклоняться вместе со своей женой, вместе со своей семьей, вместе со своими детьми. Амин. Амин. Аллилуйя.